КОНЕЦ На историческом 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза было принято решение построить первый в мире литокол с атомной энергетической установкой. И теперь уже недалек тот день, когда среди просторов Арктики появится судно, движущей силой которого должна стать энергия атома. Как же разрешили эту задачу советские ученые и инженеры? Источником энергии на ледоколе является атомный реактор. Атомная установка и все ее коммуникации надежно изолированы от других помещений ледокола. Она со всех сторон окружена специальной защитой. Сам реактор заключен в стальной кожух, заполненный водой. В реакторе атомного ледокола непрерывно поддерживается цепная реакция деления ядер урана. При этом выделяется большое количество тепловой энергии. Вода-теплоноситель, движущаяся под большим давлением по каналам реактора, нагревается до нескольких сот градусов и поступает в парогенераторы. Здесь теплоноситель отдает свое тепло, после чего насосами подается обратно в реактор. Вода в парогенераторах нагревается теплоносителем до кипения, образуется пар. Пар приводит в действие турбогенераторы. Затем он конденсируется в воду, которая питательными насосами перекачивается обратно в парогенераторы. Электрическая энергия, вырабатываемая турбогенераторами, подается к грибным электродвигателям, вращающим три винта ледокола. Во время работы реактора в окружающем его воздухе возможно появление некоторой радиоактивности. Особая вентиляционная система непрерывно откачивает этот воздух. Проходя через специальные фильтры, он полностью очищается от радиоактивных примесей и только после этого выбрасывается в атмосферу. Посмотрим теперь, как строился атомный корабль. Его корпус собирался из отдельных секций. Они изготовлялись из специальной высокопрочной стали. Длина корпуса 136 метров, ширина в средней части 27 метров. Верхней палубы еще нет, и сейчас хорошо видны основные отсеки ледокола. В этом отсеке будут размещены механизмы и оборудование машинного отделения, а здесь подготавливается место для установки реакторов. Дружно и слаженно работали судостроители. Глубоко внутри корабля они сваривали переборки и отдельные части корпуса. Поднявшись на высоту шестиэтажного дома, их можно было видеть и на палубе, где на каждом шагу сверкали яркие огни электросварки и летели искры из-под абразивных кругов. Бригады сборщиков и сварщиков соревновались друг с другом, движимые горячим желанием как можно лучше выполнить работы по строительству первого в мире атомного ледокола. В цехах завода подготавливали к установке на судно реакторы. Корпус реактора и все его детали тщательно очищались. Здесь же в цехе реактор был заключен в кожух, изготовленный из нержавеющей стали. Он является одновременно защитой реактора и его фундаментом. Медленно, осторожно опускали в тлюм ледокола важнейшую часть его оборудования. В этих пока еще мертвых стальных цилиндрах скоро должна родиться та замечательная энергия, которая даст жизнь атомному кораблю. Из листов нержавеющей стали собирались толстые плиты, составляющие защитный каркас реакторного отсека. их не сможет пробить даже мощное радиоактивное излучение. Все, что впало в реакторный отсек, тщательно очищалось. И вот уже первая защитная плита медленно опускается на свое место в отсеке. Шло время, а вместе с ним продвигалось и строительство атомного ледокола. Началась погрузка на судно главных механизмов. Грузят редуктор турбогенератора, весящий более 10 тонн. Он будет передавать вращение вала турбины к валам электрогенераторов. Погрузка тяжелого механизма проходит успешно. Устанавливается на свое место один из циркуляционных насосов. Ледокол быстро насыщается техникой. В его трюме уже находятся турбины, электрические генераторы, десятки насосов большой и малой производительности, сотни разнообразных механизмов, тысячи метров кабеля. Вот грузит вспомогательный турбогенератор. Его электроэнергии вполне хватило бы для освещения небольшого города. На строящемся корабле можно было часто видеть членов его будущего экипажа. Со сложными механизмами необходимо ознакомиться еще до того, как они будут окончательно установлены. А это капитан ледокола Ленин Павел Акимович Пономарев. Опытный полярник, он уже более 30 лет командует судами Арктического флота. В трюме корабля широким фронтом развернулись монтажные работы. Монтируются трубопроводы, по которым будет подаваться пар, вырабатываемый в парогенераторах. В машинном отделении идет монтаж турбины с редуктором. Производится сборка одного из грибных электродвигателей. Он будет вращать грибной вал с винтом. Подготавливается место для дейтвудных втулок, в которых вращаются грибные валы. Эту ответственную работу выполняет один из лучших монтажников завода, Михаил Смирнов. Готовят к погрузке и грибные валы. Чтобы при установке не повредить их шлифованную поверхность, валы обшиты досками. Вот один из трех винтов корабля. Он похож на распустившийся гигантский цветок. Но этот цветок весит несколько тонн и установить его на грибной вал нелегко. Чтобы закрепить винт на вал понадобился гаечный ключ весьма внушительных размеров. Готов и руль ледокола. Приближается день спуска ледокола на воду. Для большей безопасности спуска судостроители подготовили два понтона. Каждый понтон это целое сооружение объема в несколько сот кубометров. Понтоны были подведены под кормовую и носовую части судна. До спуска остались считанные дни. Корабль освобождается от лесов. Последние подготовительные работы к спуску атомного ледокола начались в ночь с 4 на 5 декабря 1957 года. Была выполнена одна из сложнейших операций перевод многотонного судна с неподвижного основания стапеля на салазке спускового устройства. Для этого потребовала слаженная работа нескольких сот рабочих одновременно выбивавших глини с под корпуса ледокола. Открытый кингстон и подпорта и нижнюю часть стапеля быстро заполняется водой. спускается водолаз. Он должен тщательно осмотреть под водой спусковые дорожки. На носовой части подняты специальные якоря. Они задержат ледокол после спуска. Настало утро. С каждой минутой приближается торжественный момент, когда стальная громада, весящая около 11 тысяч тонн, устремится по спусковым дорожкам к просторам реки. Этого с нетерпением ждут тысячи людей, разместившихся на трибунах и у стапелей. Сюда пришли рабочие со своими семьями, ветераны судостроения, их молодая смена, конструкторы, ученые, полярники. Начался митинг. Позади месяца самоотверженного труда рабочих инженеров судостроительного завода и других предприятий, в короткий срок изготовивших сложнейшее оборудование ледокола, притворяя в жизнь предначертания 20-го съезда партии, они с честью выдержали труднейший экзамен. Корпус атомного ледокола водоизмещением в 16 тысяч тонн построен. В спусковой команде приготовятся к спуску ледокола «Ленин» на воду. Товарищ директор завода, прошу вашего разрешения произвести спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин». Продвижаю приступить к спуску. Носовые стрелы долой. Кормовые стрелы долой. Двенадцать часов. Отдать куртиму! 5 декабря 1957 года атомный ледокол «Ленин» зашел на воду. На его корме взвился флаг Союза Советских Социалистических Республик. Ледоколу подходит буксир, чтобы отвезти его к заводскому причалу. к заводскому причалу. Первый этап строительства флагмана Советского Атомного Арктического флота закончен. О дальнейшем ходе строительства швартовых и ходовых испытаниях атомного корабля мы расскажем в нашем следующем выпуске. КОНЕЦ